Истец Кирилл Кузин живет в поселке Пересвятское Архангельской области. В этом местечке свои устои и порядки. В соответствии с ними ответчик должен вернуть истцу короб. Ответчик Алексей Кузин считает, что ничего своему отцу не должен. Ваша честь, у меня такая история. Умерла жена, с которой всю жизнь прожили. Четверых детей воспитали. Один остался. И вот встретилась на пути сирота, которой некуда было деться. Пригрел. Она оказалась очень заботливой, очень внимательной, хозяйственной. И решили мы жить как муж и жена. Ей всего 21 год, правда. Но даже и о потомстве начали подумывать. Потому что какие-то и жизненные силы во мне проснулись при такой-то молодой. Только однажды возвращаюсь домой. А мой средний сын с моей молодой женой. Ну что ж, мы люди деревенские. Как наши деды и отцы делали. Ее возжами, его за чупрыну. Благо есть. За что. Полдеревни сбежалась. Чупрына, это чуп вы имеете? Полдеревни сбежалось на наш шум. Ну, сначала посмеялись, а потом у нас такой есть орган самоуправления, совет старейшин. Я и сам в него вхожу. А тут из совета вывели и обсудили мое поведение. И в итоге, что решил совет старейшин? Молодая-то так к нему в соседнюю деревню и убежала. Так что раз уж она ему понравилась оставить молодую жену у сына. А сын в качестве компенсации пообещал мне подарить трех коров и козу. Но от такого подарка я, конечно, не отказался. Только коровы-то привыкли по старому адресу домой возвращаться. И первое время пастух следил. Следил аккуратно, четко. А однажды не уследил, и они по старому адресу и вернулись. И коза с веревки сорвалась и тоже домой убежала. Короче, зная, где их можно забрать, я пришел, а он до сих пор мне их не отдает. Я пришел восстановить справедливость. Пусть вернет мне коров, а козу он успел уже заколоть, так 6 тысяч за козу. То есть, если я вас правильно поняла, то вы согласились, что ваша молодая супруга, у вас брак зарегистрирован? Нет, нет. Мы в гражданском браке, как это сейчас называется. Это у вас называется? Я точно не знаю, что такое гражданский брак. То есть ваша сожительница в данной ситуации проживает совместно с вашим средним сыном. И для того, чтобы вы разрешили ей проживать, за что коровы-то и коза были обещаны? Ну, в качестве компенсации за молодую жену. А, в этом? Так он торжественно и вручил мне прямо при совете старейшин. Так это было решение совета старейшин? И он согласился с ним. И даже инициативу проявил, привел, вручил. И сейчас вы считаете, что поскольку указанные домашние животные были переданы, у вас возникло право собственности на этих животных, раз вы требуете из чужого незаконного владения, правильно? Вы же требуете... Ну, просто они по старому адресу возвратились, еще не привыкли ко мне-то ходить. А за козу 6 тысяч рублей? Ну, он успел ее заколоть. 6 тысяч. Такая моя цена. Истец, скажите, пожалуйста, а вот такой мелочи, помимо решения совета старейшин, ну, документов, которые бы подтверждали, что возникло право собственности на этих домашних животных, у вас нет случайно? Документов мы не оформляли. Для нас решение совета старейшин – это у нас такой очень уважаемый орган. Истец, а зачем вы тогда в суд пришли? Что бы он мне отдал? Он же... Ну, пошли бы в совет старейшин. Я сюда привел и представителя совета старейшин. Не слушается он и совета старейшин сейчас. Ах, вот как. То есть, я теперь поняла, все думаю. Вот вы приходите, уважаемый человек, и говорите, мои коровы и 6 тысяч за козу. А мне все время хочется понять, а из чего я должна сделать вывод, что они ваши коровы-то? Представитель совета старейшин вам подтвердит. Ой, ответчик, я вас слушаю, пожалуйста. Ну, естественно, никаких коров, никаких коз я отдавать этому человеку не собираюсь. Как ты не отдашь? Да вот так вот. Сам же ведь сам принял такое решение, сам привел, сам вручил. Во-первых, это был обмен. Ты мне, отец, девку... Ответчика, ответчика. Извините, пожалуйста. Женщину, девушку, сожительницу, ну, как не буду. Девушку привел, она пришла. Я тебе отдал трех коров. Так я-то брал девушку, она оказалась уже женщиной. И что? Ну, так не честно. Я-то брал одно, а оказалось другое. Вот и не получишь обратно своих коров. А где гарантия, что это моя работа? Может, она уже ко мне такой попала? Ну, девушка, коровка, ты еще и в женщинах не разбираешься? Ну, извини, отец. Нет, нет, нет. Уж договорились, обменялись, так будь добр, верни. Нет, нет, нет. Нет. То есть, ответчик, я не поняла. То есть, вы подтверждаете, что вы готовы были выполнить решение Совета старейшин? А что нам оставалось делать? Нет, ну, я не знаю, ну, мало ли, ну, есть разные варианты. Но при этом вы утверждаете, что вы не хотите возвращать коров только потому, что сейчас сожительница ваша беременна, и вы не знаете, чей это ребенок. То ли ваш, то ли вашего отца. Дело в том, что мы с ней живем всего два месяца. Достаточно, чтобы быть. Да, но такое пузо за два месяца не растет, извините. То есть, у вашей сожительницы больше срок беременности? И нет гарантии, что ко мне она уже не попала. Истец, истец, истец. Так, у вас это основание в отказе? Да, да, это единственный камень преткновения. Нет, подождите, подождите, естественно, ну, хорошо, это единственный камень преткновения в отношении коров, это я понимаю. А в отношении ребенка-то что теперь будет? Это будем решать, опять же, все вместе, потому что здесь каждый предвзято относится. Тоже к совет старейшин? Я думаю, да. Так, ну давайте я хоть посмотрю на чек этого всесильного органа, который все у вас заменяет, я бы сказала. Так, пригласите, пожалуйста, свидетелей истца. Свидетелей истца, родители. Здравствуйте. Простите, а у вас тоже ни одной бумажки нет с собой, да? А какой бумажки-то? Ну да. Мы все знаем. Зовут меня Жилкин Тимофей Андреевич. Я член совета... Старейшин? Старейшин. Это наш председатель. А, так вы еще председатель. Ну, теперь он председатель. У вас был административный ресурс по принятию этого решения. Понятно, так. К этому заседанию меня вывели. Меня же обсуждали. Теперь он председатель. Ну, это дело-то происходило все на моих глазах, так что я это все знаю. Смешно, конечно, когда посередине деревни у магазина дерутся отец с сыном. Ну, Ленька-то вот это... Дерутся, учу. Да, учу. Простите, пожалуйста, свидетель, а вы считаете, что вообще это равноценный обмен, как вы считаете, молодая сожительница на три коровы и козу? Вот почему три, а не четыре? Так это его было предложение, три коровы-то. А вы почему так отвечаете? Он сам оценил. Он сам так оценил. Мы же не просили никаких коров. Он заключил, говорит, отец, давай пойдем на мировую. Я тебе дарю коров несколько. Он сказал, несколько. А привел трех. И козу. Чтоб тебе не скучно было. Бестоище. Сколько было, столько и привел. Больше ничего, ничем я не смог поплатить. Чтобы домашние животные вернулись к своему месту жительства. Они же привыкли к союзу к одному. Они ходят туда. Суд удаляется для принятия решений. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны истца, пытаясь рассмотреть документы, но не имея ни одного документа, в иске об истребовании имущества и чужого незаконного владения и возмещении убытков считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что состоявшегося между сторонами сделка противна основам правопорядка и нравственности. Обе стороны, как истец, так и ответчик, подтверждают, что животные были переданы истцу в качестве компенсации за его сожительницу, которая прекратила с ним семейные отношения, и начала отношения с ответчиком. То есть между сторонами фактически была произведена мена человека на животных. И в данной ситуации обе стороны, так же, как и свидетель, подтверждают, что указанная мена была совершена. То есть в этой ситуации предметом этого договора было включение человека в обмен на животных. В данной ситуации все стороны подтверждают, что животные вернулись к тому месту, к которому они привыкли проживать. В соответствии с правилами ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, если сделки, присутствуют признаки, которые противоречат основам правопорядка и нравственности, данная сделка признается недействительной и следует на удовлетворение исковых требований судом отказанным. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Понимаю, зря я за молодухой приударил. Теперь ни Таисий, ни коров. Опять один. Никогда я больше не буду менять коров на женщин. Скот дороже. Продолжение следует...